Ну, это общее место известно, что когда смотрят на тебя, видят Олега Табакова, но там полвека назад, условно говоря, такое впечатление, что мама не участвовала в процессе, что ты просто, значит, почкованием, просто взял и почкался. И при этом биография полностью, папа до сих пор активно преподает, снимается, тусуется. Ренька, на это у меня таланта не хватило, и, как тебе объяснить, степень усидчивости и трудолюбия моего папы граничит, я не знаю, с кем. Страшно подумать даже, потому что он действительно, у него удивительная тяга, не тяга, а любовь к этой профессии настолько велика, что она, видимо, как все другое перемалывает, пересиливает. А я в свое время расстался с этой профессией, а то, чем я занимался после этого, это, ну, как объяснить, это не по любви, это просто в силу того, что так получилось. Подожди, мы сейчас про что говорим? Про ресторанный бизнес? Ну, в том числе, да. Ну, я сейчас беру, если сравнивать, предположим, творчество как таковое, его можно применять в любой области, в том числе и в ресторанном бизнесе. Но все время этим заниматься, это нужно, ну, не 24 часа в сутки, но большую часть времени тратить на это. А это, как мы говорили, исключает все остальное. И вот я до какого-то определенного момента пытался так вот растворяться в этом, а потом понял, что у меня не хватает действительно времени на то, чтобы обратить внимание на там своих близких. А кто-то, там, родители не молодеют, к сожалению, дети растут не по дням, а по часам. Ну, в общем, все ужасно. Это сидит человек, который считается одним из самых успешных. Ужасно то, что я, вот я всего, как я заехал там, переезжал с одного дома в другой и перебирал бутылки с алкоголем. Я очень четко помню, что очень-очень давно я когда-то, когда был совсем маленький, покрал какую-то бутылку очередную у папы в баре, потому что он мало употреблял алкоголь, а бар у него был, в отличие от многих других людей в того времени. И я с друзьями, естественно, ее выпил и не обратил внимания, что там была какой-то ручкой написанная надпись, там что-то такое. И потом уже по прошествии долгого времени мне было так стыдно, потому что мне объяснили, что это вот та бутылка, которая была в день моего рождения, что там кто-то написал, и вот нужно было выпить ее в определенную... Я к чему это говорю? Я сейчас перебираю какие-то бутылки и вижу запленный такой виски, балантайз, про таких уже не выпускают. И с ужасом, что-то у меня знакомая бутылка, я смотрю, она не написана. 22 года тому назад родился мой старший ребенок, и мои товарищи написали, что это там в день рождения, и что выпить мы должны там не раньше, чем через 21 год. Ну и это уже прошло. Ты забываешь даже это, понимаешь, так быстро идет время, к сожалению. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Прosh. Прosh. Рых. Рых.